В седьмой раз 18 мая начинается наша общегородская акция «Ночь в музее». Очень приятно, что большинство московских музеев, не в зависимости от их подчиненности городские, они ведомственные, либо федеральные, присоединились к этой акции. Более 200 учреждений культуры будут задействованы в этом мероприятии. Фактически получается так, что эта акция начнется рано утром и закончится утром следующего дня, просто в силу того, что первый день – это день культурного наследия, который плавно переходит в акцию «Ночь в музее». Я могу много рассказывать, что каждый музей готовился к этому дню отдельно, каждый музей готовит свою программу, свои активности, свои развлечения, свои лекционные программы. Что будет нового? Новый будет ночной музейный поход, будет также фестиваль немого кино, конкурсы паблик-арт, что приятно, что к нам присоединились не только символы музейного, такие как Третьяковская галерея, но и присоединились культурные кластеры типа «Флакона», «Винзавода», типа «Артплея». И также важно, что в этом году будет в ряде московских музеев организуются специальные экскурсии для людей с ограниченными физическими возможностями. Также к нашей акции присоединились парки, которые исторические города Москвы, парки и усадьбы, и театры города Москвы, которые тоже находятся в исторических зданиях и являются тоже некими символами города и культурной жизни. Существует в этом году система предварительной регистрации. Уже сейчас, сегодня заработал сайт музея «Найт.орг», и все посетители получат в этом году так называемую визу в музей, потому что наш спонсор – это виза. Существует также три автобусных маршрута, Департамент культуры их организует. Это музей Садового кольца, музей Юго-Запада и музей усадьбы города Москвы. Автобусы будут курсировать до ноля часов. Кроме того, между музеями будут курсировать 100 бесплатных городских такси, мост-такси, 6 часов вечера до полуночи. Наша задача, чтобы москвичи, которые придут на акцию, посетили как множе нам больше музеев и не стояли в пробках, и для них было комфортно доехать. По статистике прошлого года знаем, что музейную акцию нашу посетило 800 тысяч человек. В этом году мы планируем, что будет более миллиона, потому что у нас больше программы, у нас больше учреждений участвуют. Надеюсь, что это будет интересная программа. Программа всеобъемлющая, И поэтому мы приглашаем всех москвичей и вас, журналистов, выйти на сайт музей Night.org, который даст более широкую информацию о том, что будет в рамках этой ночи. Там будет вся программа акции в формате карты, будут отмечены главные события, будут отмечены события, которые рекомендует Департамент культуры, будет также список и описание экспозиций музея участников, будет выставлена карта автобусных маршрутов, карта велосипедных маршрутов, потому что мы понимаем, что многие москвичи поедут на велосипеде, карта велосипедных парковок и также система предварительной регистрации. В полном формате сайт заработает с 5 мая, и я надеюсь, что он будет таким большим гидом по нашей акции. Конечно, сложно каждый раз устраивать премьеры, когда формат всё-таки похожий, нельзя выпрыгнуть за пределы ночи, нельзя сделать ночь бесконечной, но именно этим мы пытались заниматься, готовя ночь музея в этом году, расширяя состав участников, стараясь пригласить как можно больше людей, профессионально связанных с искусством, принимать в этом участие. И начну с символа, потому что многих, наверное, удивит присутствие очень странного существа на всей символике ночи. Может быть, кто-то из вас помнит, что в прошлом году символ ночи подарил бельгийский художник Франсис Алюс, лиса или лис которого, стал главной эмблемой ночи. И даже многие люди, к нашему удивлению, мы пытались предложить это как шутку, а многие восприняли это абсолютно всерьёз, что здорово. Это означает, что в нашем городе живёт большое количество людей, способных проникаться идеями искусства и нести их на себе. Так вот, надо сказать, что большое количество людей в прошлом году надела маску лисы и в этих масках ходила по московским музеям всю ночь, наслаждаясь реакцией окружающих. Это было порядка нескольких сотен человек, что, в общем, конечно, показывает энтузиазм участников ночи в музее. В этом году символом ночи стал другой персонаж, также принадлежащий, можно сказать, Перу, а можно сказать, игле, потому что этот персонаж выскреблен иглой на плёнке. Зайчик, которого нарисовал восхитительный художник Филипп Парен, один из самых главных сейчас современных художников, француз, выставка которого совсем недавно закрылась в Центре современной культуры «Гараж». И мы надеемся, что этой небольшой выставкой пришествие Парена в Россию только началось. И вот он тоже любезно согласился предоставить своего зайца из потрясающей видеоработы «Invisible Boy». Многие люди скептически относятся к видеоарту, так вот эта работа, она полностью искупает наш скепсис, потому что не оставляет равнодушным никого. Мы также надеемся, сейчас работаем много технических проблем с этим, над тем, чтобы показать эту работу в ночь в музее на большом экране на одной из городских площадей. Третьяковская галерея участвует уже не первый год в этом мероприятии. Мы с 2009 года принимаем самое активное участие в проведении ночи в музее. И здесь мне хотелось бы сделать акцент на том, что мы работаем на двух полноценных территориях. Это в Лаврушинском здании, в Лаврушинском переулке, в историческом здании, и на Крымском валу, где у нас находятся фонды хранилища, реставрационные мастерские, постоянные экспозиции, выставки, связанные с искусством XX века. И формат проведения ночи в музее для этих двух разных территорий, он разный, потому что историческое здание принимает наших посетителей просто в залы нашей постоянной экспозиции. Мы сознательно ушли от каких-то дополнительных мероприятий, потому что наш опыт показал, что желающих попасть в Третьяковскую галерею вечером в это время огромное количество. У нас очередь стоит почти до метро. 40% наших посетителей, которые приходят в эту ночь вечером в Лаврушинский переулок, это люди, которые первый раз приходят в музей в Третьяковскую галерею. Что касается Крымского вала, то, конечно, там у нас формат всегда другой. У нас есть действительно уникальная, единственная в России постоянная экспозиция искусства XX века, которая в 42 залах, в которых мы представляем историю отечественного искусства, начиная с авангарда и заканчивая новейшими течениями. В этот раз мы решили немножко изменить формат того, что мы предлагаем нашим посетителям, сделать специальную программу интерактивную в самой экспозиции, где будут люди, которые с публикой будут проводить такие специальные интерактивные занятия, потому что наша задача привлечь внимание зрителей к этому материалу в какой-то такой новой для нас, может быть, форме. И мы готовим, конечно, специальный проект в наших холлах, потому что для нас очень важно понимание того, каким образом нам осваивать это, в общем, довольно сложное пространство. Мы очень надеемся, что, как обычно, к нам приходит более 10 до 12 тысяч посетителей в это время. Это много для музея, потому что пропустить через свои залы такое количество людей с тем, чтобы соблюдался порядок, это довольно сложно для музея. Но, тем не менее, мы участвуем, мы ждем, что к нам публика придет, и интерес к Третьяковской галерее не упадет и в этот раз. Для нас это будет первый опыт вообще участия в этой акции, потому что до этого как бы не практиковалось у нас в городе, это все. И у нас будет несколько интересных мероприятий. У нас есть музей в городе, и в прошлом году, когда мы праздновали 200-летие победы в войне 1812 года, у нас было очень много мероприятий, мы развернули экспозицию, посвященную этой войне, потому что Наполеон как раз отступал из Москвы по тем местам, в которых мы живем. Кроме того, у нас есть выставочный зал, в котором как раз накануне ночи в музеях будет открыта очень интересная выставка троицких и дубницких художников. На мой взгляд, такой интересной точкой будет наш музей физическая кунсткамера. Мы, вы знаете, являемся городом Наукоградом, и с некоторых пор у нас есть такой музей, который называется физическая кунсткамера, где различные физические явления представлены в виде определенных экспонатов, которые можно потрогать руками, самим поучаствовать в эксперименте и пользуются огромной популярностью у школьников, у взрослых. Поэтому это будет еще одной точкой, в которой посетят и дети, и взрослые во время этой ночи.